Всем привет! Я Анкорд и это очередной выпуск Анкорд ТВ на телеканале Дважды Два. В каждом выпуске мы рассказываем вам в основном о японской анимации и, понятное дело, ее масштабное влияние на мировую культуру не вызывает вопросов. Однако на Японии все же свет клином не сошелся, так что давайте сегодня расширим немного кругозор и поговорим о корейской анимации. Для разгона определимся с отличительными особенностями. Они, сюрприз-сюрприз, связаны прежде всего с корейской культурой. Часто в произведениях главные события происходят именно в Южной Корее. Да и в целом местный колорит придает неповторимое очарование разворачивающимся картинам жизни того или иного героя. Главной же особенностью корейской культуры является введение новшеств в уже устоявшиеся правила. Будь то кей-поп с переосмыслением привычных всем японских айдолов или популяризация киберспорта в традиционных историях. Да к чему это я? Ну, все к тому, что эти инновации касаются абсолютного большинства сфер развлекательной культуры. Именно поэтому корейцы регулярно используют в своих аниме 3D графику. Ну а чем нет? Это модно, дешево, молодежно. Также если сравнивать японское и корейское производство аниме, отличаться будет и выбранный первоисточник. Обычно за основу любого японского аниме берется черно-белая манга. Современные корейские аниме за основу берут корейский аналог – манхву. И тут перейдем к терминологии. Манхва – это корейский комикс, имеющий ряд отличий от японской манги. Если манга обычно черно-белая и читается слева направо, то манхва цветная и читается наоборот. Кстати, ее страницы отличаются особой длиной. В Корее широко распространены именно цифровые релизы манхвы, что позволяет художникам не делить визуальную часть на страницы. Ну, то есть просто пролистывая манхву сверху вниз, вы спокойно можете не заметить, как уже прочли целую главу. Вот такие корейские чудеса интернет-релизов. Само собой, для подобных форматов существуют и специальные площадки. Они специализируются на манхве и позволяют авторам зарабатывать. В последнее время экранизации популярных веб-комиксов стали выходить намного чаще. И хотя большинство из них делали японские студии, сами аниме пропитаны корейским духом и колоритом, поэтому и они попали в наш выпуск. Об одной из таких экранизаций сейчас и пойдет речь. Башня Бога Пройдемся по сюжету. Главный герой по имени Бам просыпается в темной пещере и ни черта не помнит о своем прошлом. История на первый взгляд стандартная, однако этого мальчика случайно обнаруживает девушка Рахиль. Она быстро находит общий язык с ребенком и обучает его чтению, арифметике, объясняет основные принципы морали и так далее по списку. Так для Бама Рахиль становится первым и единственным другом. И вот неожиданно в один отнюдь не прекрасный день Рахиль начала говорить о каких-то глупостях. Упоминала какую-то башню, которая якобы может исполнить любое желание, если достигнуть ее вершины. И недолго думая, девушка таки отправилась в эту самую башню. Разумеется, главный герой, чья жизнь долгое время до встречи с Рахиль практически не имела никакого смысла, отправился за ней. В девушке Бам нашел смысл своего существования, и этим объясняется его безволие на протяжении всего произведения. Так началось покорение Бамам вершины этого загадочного мира. Башня Бога стала одной из самых популярнейших манхв на сайте MyAnimeList. Во многом это заслуга местного мира — башни. Это очень простой, но и в то же время комплексный мир, хранящий в себе множество тайн. А если по-простому, считайте это игрой в кальмара в аниме-сеттинге. Только здесь для победы нужно добраться до последнего этажа некой мегабашни. А там тебя ждет слава, почет, уважуха и все-все-все из этого вытекающее. Но добираться придется долго, а каждый этаж — это уникальный мир. Чтобы пройти какие-то этажи, потребуется всего несколько часов, а другие — много лет. Некоторые этажи — это целые города, некоторые — сплошные леса, поля или море. Само собой, чем выше этаж, тем сложнее его пройти. Обычно во главе этажа стоит администратор — это обычный человек, который когда-то тоже покорял башню. Что он делает на этаже? Ну, следит за порядком, там ковры на снежок зимой выносит, кошкам лотки меняет. Глазами главного героя мы видим этот удивительный мир и шаг за шагом постигаем его тайны. Только из-за безразличия главного героя к этому самому миру информация обычному зрителю дается по чуть-чуть. В отличие от того же One Piece'а, данное аниме отличается особой неторопливостью происходящих событий. И уж раз уж мы заговорили про само аниме, стоит сказать, что создатели хотели уместить в 12 серий весь первый том. На минуточку это 78 глав. Задачка, конечно, не из простых, и хоть со скрипом, но авторы со своей задачей справились. Сама картинка очень приятная глазу, неплохо выдержан оригинальный комиксный стиль, и в целом проект получился неоднозначным, но по сравнению со следующим аниме имеет собранный сюжет. Бог старшей школы. Еще одна манхва, которая недавно получила собственную аниме-адаптацию. Главного героя этой истории зовут Мори Чин. Ему всего 17 лет, однако парнишка уже мастер боевых искусств. В один прекрасный день Мори Чин получает приглашение на турнир смешанных единоборств под названием Бог старшей школы. В нем участие принимают старшеклассники со всей Южной Кореи. Турнир состоит из трех этапов. Сначала идет региональный, на нем отсеиваются самые слабые участники, что же мне это напоминает, и остаются достойные сразиться на национальном этапе. После национального этапа три участника сражаются на мировом турнире. Победитель турнира по классике корейского жанра имеет право загадать любое желание. Организаторы турнира дают гарантию, что вне зависимости, какое будет желание, оно сразу исполнится. Многие критики отмечают, что экранизация Манхвы получилась скорее неудачной, и вот почему. Перед создателями открывался огромный пласт хорошо прописанных персонажей и понятная история. Однако мир Манхвы огромен, и у аниме банально нет столько экранного времени, чтобы объяснить мотивацию каждого персонажа. Если в Башне Бога пытались уместить 78 глав, то в Боге старшей школы количество экранизированных глав 112 на 13 серий. Как оказалось, справиться с такой трудной задачей просто нереально, хоть создатели все же и попытались собрать историю воедино. В итоге многие ключевые моменты было решено порезать в угоду хронометражу. Что касается последних серий, то там сюжет и вовсе превратился в какую-то кашу из-за переизбытка событий, а мотивация многих персонажей так и осталась на страницах первоисточника, к которому не помешало бы обратиться, чтобы понять смысл истории. Дворянство Манхва насчитывает около 545 глав. Впервые ее пыталась экранизировать южнокорейская студия Animal. Это был короткометражный мультфильм, немного раскрывающий предысторию основных событий оригинала. А в 2020 году за аниме взялась японская студия продакшн IG. Действия событий оригинала разворачиваются в наше время, но в альтернативном мире. Кроме людей в мире существуют вампиры и оборотни. Первых тут называют дворяне или благородные. Сама история начинается с пробуждения после 820-летнего сна вампира по имени Рэй. Угадайте, где он просыпается? Ну, конечно же, на территории современной Южной Кореи. Как же может быть иначе? Выйдя из своего глубокого сна, он идет в старшую школу, видимо, отоспаться в сласть. Там он встречается с директором являющимся его старым знакомым и подчиненным. Впоследствии он начинает дружить с несколькими учениками из этой школы. Всем вместе им приходится столкнуться с могущественной и агрессивной организацией под названием «Союз», которая закулисно правит всем миром. А еще ему предстоит узнать, от чего он так долго спал и как теперь ему нагнать школьную программу. От вампиров перейдем к чему-то еще более заезженному, всем уже давно приевшемуся, но от этого не менее интересного. Зомби. Станция «Сеул». Станцию «Сеул» можно смело назвать камерным аниме про зомби и апокалипсис по-корейски. Аниме является приквелом к фильму с похожей темой «Поезд в Пусан». И по счастливому совпадению обе картины снимал один и тот же режиссер Йон Сан Хо. Это далеко не первая его работа в области анимации. Когда-то он выпустил психологический триллер «Король свиней». В 2021 году полными метражный фильм вошел в сотню лучших фильмов Кореи. Действие аниме «Станция Сеул» происходило, как ни странно, в столице. По какой-то причине люди стали превращаться в ходячих мертвецов и нападать друг на друга. Повсюду хаос, и именно среди него главный герой Сок Кью пытается найти свою девушку Хе Сон. Режиссер давно известен тем, что в его работах часто встречаются довольно серьезные взрослые темы. Взять ту же Хен Сон, которая совсем недавно смогла покончить с прошлой жизнью в борделе. Казалось бы, уже можно выдохнуть и начать жизнь с чистого листа, но зомби-происшествие вновь погружает героиню в отчаяние. А потом оказывается, что и прошлая героиня на самом деле никуда не делась. Равно как и фильм, аниме прекрасно удерживает своего зрителя в напряжении до самого конца. И пусть 3D-шная графика никого не смущает, ведь, как говорится, важна не обертка, а содержание. Итак, мы познакомились с необычным миром южнокорейских аниме. Местный колорит накладывает свой отпечаток на избитые сюжеты, превращая набившее оскомину ходы в захватывающее зрелище, от которого невозможно оторваться до последнего кадра. Это, друзья мои, большое искусство так интерпретировать расхожий сюжет, чтобы зритель с большим интересом следил за его поворотами, хотя прекрасно осведомлен, что по логике действия должно произойти дальше. Аниме из Южной Кореи завоевали свою нишу в индустрии данного вида искусства и по праву стали достойными конкурентами анимационным фильмам других стран. Ну а с вами был Анкорд и хорошего вам аниме. Субтитры создавал DimaTorzok